О, камеру надо протереть. Джа, что мы тут делаем? Оправдываем траты. Мне кажется, лучше не говорить, сколько мы въебали на проход. Но я, короче, жру, как не в себя, как в последний раз. И пью тоже, потому что все, я отправляюсь на ретрит. И скоро буду себя во всем ограничивать, но не сегодня. Мы собрались в большой поход, едем в Эфиопию. Сейчас мы сидим в последнем оплоте цивилизации. Я не знаю, на сколько мы едем и где мы в конечном счете окажемся. Но пока что мы хотим посмотреть, как обстоят дела с беговой тусой в Эфиопии. Я еще тренироваться буду, наверное. Нет, точно. Просто прошло два часа. Блядь, вьюки. Не, ну Джа, конечно, гурман редкостный. Ну, тут надо доводить до ума все. Это же немного travel-блог, да? В Стамбуле новый аэропорт. Офигенный. Один минус, он очень большой. Без гольф-кара здесь как бы не ок, не круто. Пас-крисмас, I give you my heart. Чувиху сними красивую вон. Это Бёрнинг-мен, кстати. За Новый год праздновать едем. Новый, 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 новый год. Я еду. Вообще-то, воздержание, репит, рехаб. Наш travel-блог превращается в школу ремонта. И мы отправляемся за всем необходимым для того, чтобы обустроить наши гнездышко. Гнездышко. У нас все хорошо. Нас возят по городу на машине на микроавтобусе. Как вы видите, я сижу здесь как совершенно охреневший буржуй какой-то. Записываешь уже? Да, да. Идем на рынок за вещами. Школа ремонта. Часть первая. Вау, что у нас тут? Пахнет как-то не очень. Я переболел. Что, серьезно? Ну, у меня они сцела, да. А давно? Давно. Ребенка завести не пора ли? Ну, найду себе в Эфиопии, ребенка заведу. Обустрою здесь. Зарабатывать там, а жить здесь. Видел? Что, мы кровать новую покупаем? Для нас двоих радужную. Сколько это? Сто с тысячи. Ну, это-то я понял, что... Сри таузен бур. Короче, нам здесь ничего не понравилось. А еще по-английски и по-русски никто не понимает. Солевая аудитория. Спасибо большое. Вот это да. Да, кирпичи. Вот это систем, смотри. Ого! Дай ко мне. Вау! Скоро буду себя во всем ограничивать. Что это за уголок санкционки? Ретрит, рехаб, релот полный. Блин, я, конечно, впечатлен. Скилом Оксаны водить микроавтобус. Быть в условиях, да? Микроавтобус это сама по себе такая машина. Ну, не самая посредственная. Еще страна такая. Ну, лизунка. И вы так лихо с этим справляетесь. Одно матом не кроете всех подряд. Ну, я стараюсь держаться. Ну, дальше, дальше. Ну, ты пила. Паскудник. Обед, ребята, обед. Офигеть, сколько бутылок. Посмотреть и мрач. Фудкот какой-то. Вот кофешоп. По первым дням пребывания в Эфиопии создалось впечатление, что здесь культура кофепития прокачана так же сильно, как культура чаепития в Кении. То есть, если ты в Кении заходишь в любую кафешку и заказываешь себе чай с молоком, там, куда сахара завалено, немеренное количество, то здесь ты приходишь, и тебе вот такой вот стопарик кофеечка наливают. Не будет, не будет вот же алкоцелебата. Грик Клаб. Да. Будет. Ну, как-нибудь зайдем. Я на ретрите. Ильян, домой. Ильян. Ильян, домой. Здравствуйте. Молодец. Назад репорт, давай. Ну что, как оценки? Динман, голд коллекшен. Дэм бой. Куда вы приехали? Авокадо вырвай. Это все авокадо. Авокадо. Реди ту ит и стоят гроши. А вот манго, ну так, конечно, в Кении было получше. Ананасики, папайя, самое главное. Мне кажется, арбузы, арбузы, мне кажется, говно будет. Здесь мы живем. Добро пожаловать. В кэмп. Кэмп. Это, 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 это кэмп, в котором мы живем. Это наша тачка, на которую нас иногда вводят. А это... Это наша обитель. Давай, Джа, не стесняйся. Комната примерно как в Кении. Здесь нету центрального отопления, конечно же, как и во всех африканских странах. Но к нашему приезду тут просто капец. Чего пододелали? Нам поставили две кровати. Джа вообще спит на полутораспальной. Так что, девчонки, вы знаете, куда ехать. Вот здесь есть стол. Это моя кровать. Оксана сказала нам, что в Эфиопии невозможно вырубить нормальное постельное белье по каким-то адекватным ценам. Поэтому мы привезли свое. Санек потратил на это целых... Две с половиной. Целые две с половиной тысячи вакири. Сердце бывшего. Кстати, по вкусу. Как сердце бывшего. Да, такое, конечно, с говнецом. Это эфиопский чай, который пришел на смену кенийскому. Мне он очень нравится, потому что в нем какие-то травки намешаны. Оксана говорит, что это чабрец. Я тоже люблю травки. Нам дали тостер. Мы вчера разорились на чайник. Это пока что наша самая дорогая покупка. Если кто думает, что в Африку можно ехать без теплых шмоток, то вы, ребята, заблуждаетесь. Без теплых шмоток вы здесь выморите нахер. Мы спим ночью под всем, что есть в этой комнате. Я вот вообще... Ты вроде бы еще в спальнике завернулся вообще. Да, я вот пижаму даже с собой взял. Дверь закрывается. Дверь закрывается. Вид от первого лица. Если кто приедет в гости к джа, то он будет взять вот такую квартиру. Вот. Ты закрыл уже? Да. Ты нравился? Мы почти разработали этот замок. Я думаю, что через недельку он вообще будет как по маслу летать. Чемоданчик счастья, который наши спонсоры нас упаковали. Так, это не спонсоры. Джуз. Джайс сюда ехал с настроем умирать, поэтому взял вот это вот. Я вообще никаких медикаментов с собой не взял. Это наш охуенный хавчик. И здесь лежит авокадо. Дозревает авокадо. Кайф. Манго пока что. Не кайф. Сердце бывшего, как вы поняли, тоже не кайф. Значит, туалет. Это туалет. Оксана выделила нам отдельную кабинку. Вот, это наша кабинка. После Кении я, конечно... А микрофон, кстати, включен? Да. Зелененький, да? Хорошо. После Кении, конечно, я немножко удивлен. Наличие унитаза. Здесь мы чистим зубы. Это лекарство от Nairobi Fly. Сразу приготовили. Мы живем в очень люксовом месте по рамкам Африки, по рамкам Мефиопии. Не знаю. Да, я даже... Ну, я, конечно, все время сравниваю с тем, что было в прошлом году в Кении, да? Например, опять же, если говорить про горячую воду, то в Кении горячая вода работала примерно так. Так, шла проточная труба, и вот здесь был такой нагревательный элемент. И вода, типа, нагревалась только, пока она шла по трубе. И как бы нагревалась, она хреново. А здесь стоит, ну вот, просто... Бандура. Просто бойлер, как... Бойлер, как во всех европейских квартирах. Можно приятно мыться больше, чем 30 секунд. Приветик. А здесь мы варим кафанчик. Да. Ну и тут, типа, кухня. Да, ну и самый свэк, конечно, самый свэк, это то, что есть стиральная машина. Опять же, если сравнивать с Кенией, в прошлом году к нам приходила женщина и стирала, там, за 2-3 бакса просто все наши шмотки. И с женщиной есть стиральная машина. Это специальный девайс. Для приготовления... Ой, что-то осталось. Инжири. Да, вкусненькая. Да, это для приготовления национальной эфиловской пищи. Возможно, возможно, мы что-нибудь приготовим, но, скорее всего, нет. Кофеек у нас. Оксана нам дала гейзерную кофеварку, плитку, поэтому по кайку. Живем по кайку.